Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Я бы не подумала, что так получится, что мне будут вручать паспорт здесь. Спасибо, жизнь, за то, что я живу. Спасибо, жизнь, за тысячи минут счастливых, за облака, что по небу плывут, за счастье, что ты мне приносила. У меня много достижений, чем я очень горжусь. Я считаю, что это только начало моей успешной и интересной жизни. Отримать самый главный документ у жития каждого человека у свято День Конституции для школьников безумно высокий гонор. Дорога, кроме паспорта, подлетки отримали у подарона Конституции Республики Беларусь и маляуничное иллюстрованное выдание «Я громадянин Республики Беларусь». Признание человека, его правов, свобод и обовязков – главные складники розквиту и могутности нашей краины. Однако керую прогрессом человек, и во все часы эта отказная миссия ускладается на молодь. Миновито тому, подчас урочистого мероприемства, так само отбылось ознайомство запрошенных на его гостей с новоцинными проектами, распрацованными в рамках республиканского конкурса «100 идей для Беларуси». Талиновитые представники Беларусского республиканского союза молодей не спыняются на досягнутом, и не распрацовывают и реализуют все новые проекты. Самое ближайшее наше мероприятие традиционное – это областной этап отборочного конкурса, международного конкурса «Грация артистического мастерства Королева весна-2016». Затем мы приступим к реализации нашего проекта, который стартовал в прошлом году «Цветы Великой Победы» и так далее. «100 идей для Беларуси» в этом году немножечко в другом русле, так скажем, зазвучит. Ну и все наши традиционные будут продолжены. Вероника Ворошилина, Валерия Панько, телерадо «Кампания Гомель». Сегодня, вядомой многим гомельчанам, ветерану Великой Айчыной войны, а элите Самсонова исполнилась и 90-х годов. Святошное мероприемство с этой нагоды пройшло у Гомельской областной организации Беларусского громадского объединения ветеранов. Элита Самсонова народилась с 15-го соковика 1926 года у Орле. Коли началась война, ей было усяго 15. Юная девочка приняла решение стать санинструктором-доброхвотником. Потом был шпиталь под Воронежем, затем 204-й запасный полк, отколи ее демобилизовали по причине взрослого. Коли девочка подросла, ее призвали у армию. До Берлина она дошла в составе супрацовников Новобелецкого военного шпиталя. У Гомелях живет уже 55 годов и за этот час привыкла лечить его родным городом. Заразу есть двое детей и трое унуков. У свои 90-е женщины вяди активный лад життя. Удельничая у патриотичных акциях, постоянно сустрыкается с молодым поколением. С круглой датой ветерана повиншовали представники улады, громадских объединений у городского совета депутатов, ветераны и школьники. Эмоции меня переполняют, потому что и возраст, и такое отношение замечательное. У нас в Совете ветеранов поздравляют, конечно, каждого с юбилейными датами, но вот такое чувство я испытываю впервые, потому что когда была помоложе, это как-то проще проходило. А сейчас я испытываю неимоверное чувство и благодарности, и счастья, и радости. Сегодня означается сусветный день обороны правоу спожилцов. С этой нагоды в гандлевых объектах была организована работа консультативных пунктов по информованию громадян об их основных спожилецких правах. Так само пройшли промые линии. Одна из них отбылась из уделом начальника управления гандлю и послуг Гомельска Хагарвы Канкама, Светланы Караткевич. Сё лето сусветный день обороны правоу спожилцов на керованы на информовании громадян по теме здорового харчавання. Але не глядячи на огученную тематику, питания до Светланы Караткевич поступали позначна больше широким коле. И нават не зауседы укладывалися у компетенцию управления гандлю и послуг. Як означала керовник управления, летость у ведомства поступила свыше тысячи зворотов. У восьми выпадках с десяти вырошить проблему можно было на месце, помеж покупником и продавцом. У Гомеля 98% гандлювых объектов – приватной формы властности. Там узначенная частка скарга узняка аминавита до их дейности. Але есть пытания и до работы интернет-магазинов. Треба выпрацевать эффективные механизмы их взаимодействия со спожилцами. Наприклад, зарабеть максимум вертание нават якосного, а не харчового товару, як гэта отбывается в любой краме. Работа по гэтым накерунку уже вядется, а покупникам треба заусёды на рынку, у краме, альбо подчас онлайн-заказу быть уважливыми до характеристик товара, его комплектации и терминов придатности. Управление торговли на сегодняшний день помогает потребителю решить вопрос положительно. В случае, если продавец или, скажем, организация, которая оказывает услуги, не права, мы помогаем составлять претензионные требования или же исковое заявление, с которым уже непосредственно заявитель обращается в суд. Протягиваем выпуск. Активисты громадского объединения инвалиды-спинальники сустрелись с выкладчиками и студентами факультета промысловая и грамадзянская будовництва Белорусского державного университета транспорту. Основная мета – притягнение уваги будучих аркитекторов да проблем людей с обмежеванными махчымастями. Аликсин Циропа цикавился обчимышла размова. Уголовный корпус Белорусского державного университета транспорта члены областного объединения инвалиды-спинальники торопляют без особливых проблем. Уже шмат годов тут иснуют пандусы, які дозволяють рухаться по территории. Креху поздней, непосредственно подчас сустречи с будущими аркитекторами, означается, у Беларуси затверджены отповедные будовничные нормы и нема поста указать об их массовых порушениях. И иншая справа, что навод одинковые выключения могут сварить шмат проблем. Члены громадского объединения погоджаются, есть разные причины. Неде той же пандус не дозволяють зарабить існуючая коммуникація, але можна звернуться до альтернативных вариантов. Так же подъемникам, наприклад, головно шукать махчымысти их реализации, а не спосылаться на тяжкости. Раньше у нас и телефонные трубки снимали, но это же не говорило о том, что не надо телефонные будки устанавливать, правильно? Значит, надо меры воздействия какие-то принимать больше, устанавливать или какие-то сигнализации какую-то, или виде камеры, или какие-то еще это самое. Но говорить о том, что кто-то может быть снимет, или разломает, или еще что-нибудь, поэтому делать нельзя. Причина, яка огучивается наиболее часто, коли размовый деп проблемах со створением безбарьерного сяродя, не хапая сродков, инвалиды-спинальники, с гэтым згодные только часткова, яны навык распрацевали власную презентацию, у якой продемонстровали основные порушения при проектировании и будовництве. По великим рахунку, брать частку бордюров, каб человек мог свободно трапить на той же тротуар, проблемы не складая, як до речи не потрапу из наших затрат и нанесение на склянные двери крам специальных полос для людей с дренным взроком. Некоторые владельники будинка, у нас двери ставить такой конструкции, что на той же колясце внутрь нияк не трапить. Будущих архитектору, такие относины до стандарта, у нас вот сдиуляют. Олег, это с оправдой так. Это бордюры, лестницы и узкие двери. Да, потому что это основные препятствия, куда, не преодолев их, не войдешь никуда. Это хорошо, по лестнице еще можно как-то попросить, кого-то тебя подняли. Бордюр, ты тоже кого-то можешь попросить, но двери это все, это уже никак. Олег Сентюров, Юген Макеенко, телерадокомпания Гомель. Речицкий лицей чекает гостей школьников и наставников з усяго района. 19-го саковика на базе установы отбудутся 9-е районные навуковые читания «Золотые россыпы». А не в забаве тут пройдя и районный этап конкурсу «Говоры по беларуску». Вогуле у лицея проводится шмат цікавых мероприемств, установленные и свои традиции. Об некоторых из них доведелся наш корреспондент Святлана Князева. Больше 160 разумных и теленавитых наученцев из усяго района учатся у Речицким лицей в классах филологичного, физико-математичного и химико-биологичного профилю. По выниках сдачи централизованного тестирования лицей стабильно выходить у пятерку лучших установ адукаций в области. Есть успехи и у олимпиадным руху. Трое наученцев будут представлять лицей на заключенном республиканском этапе олимпиады по русской и китайской мовах. Амаль 100% выпускников Речицкого лицея поступают у ВНУ. Лицеисты з'являются постоянными удельниками интеллектуальных спаборництвов республиканского узровня. Дети выходят на международный уровень. Каждый год золотые и серебряные медали ребята привозят с международной конференции в Брянске «Первые шаги в науку». Есть у нас дипломы из МГУ имени Ломоносова, из Санкт-Петербурга, с Балтийского пути. Амаль усе наученцы з'являются членами навукового товариства «Лицеиста у Нонфатон». Его удельники добились перомог на областных, республиканских и международных спаборництвах. За подобного роду поспехи лицеисты отримливаются премии со специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке теленавитой молоди. Решицкий район лицея – это великая дружная семья педагогов, лицеистов и батьков с богатой историей традиций, яких тут притримливаются. Навуковое читание, золотые россыпы, интеллектуально-творшее мероприемство «Ночь» у лицеи, туристичный поход выходного дня. А еще тут есть лицейское самокерование. Лицейская республика мае свою символику – герб, стяг и гимн. Каптрапець в аурат республики, рабяты, что готу дельничают у выборах. Кандидаты падают заявки, пишут программы, агитуют и шляхом тайного голосования выбирается аурат. Моей основной обязанностью является координация действий всех министров Лицейской республики. Их у нас восемь. Это министр спорта, министр образования, министр культуры, министр печати информации, министр внутренних дел. Каждый занимается своим делом, все распределено между всеми министрами. Одно из традиционных мероприемств установок – ночь у Лицей. С 2008 года тут дельничает волонтерский отрат «Клопот». Выник огульной працы, отримливая высокие оценки. У Лицей заховывается множество подзяжных листов от выкладчиков белорусских и замежных высшейших научных установок. Светлана Князева, Сергей Лукашук, телерадиокомпания «Гомель» Зреческого района. Некольки десятка у кавер-гуртов заслуженные артисты Беларуси в роли журы. И одна из наибойнейших концертных залов «Гомельщины» у якости музычной пляцовки. Конкурсу «Студенский шлягер» творчая команда продюсеров и музыкантов надала другое дыхание. Обновленный масштабный имиджовый конкурс про с два тыдни сберил «Гомель» наймацнейшие гурты для бескомпромиссной бородьбы. Подробностей у Ганны Ковалевой. История конкурса берет початок в 2008 году. Тады творчая споборництва объедновала студентские вокально-инструментальные ансамбли. Про с три годы музычные страсти стихли. Конкурс перестал исновать. И вот зараз у неколи архивный проект вдыхнули новое житё. Сурский шлягер. Загаты назвы, на думку организатора, устоять новые имены талиновитых артистов. Заявки подали больше, как 30 кавер-гуртов. Отбор прошли 26 с Гомеля Гомельской в области, Могилёва и Минска. Напереде их чекает полфинал, який отбудется 25-го языковика у хромадско-культурным центры. Музыканты повинны будут выконать три песни. При этом эксперты про жадание могут спынить их прямо в середине номера и запотребовать иншую композицию. Оргкомитетом уже принято решение о допуске групп. Мы тщательно отбирали для того, чтобы соответствовали неполностью положению, условиям конкурса. Ну и, естественно, мы оценивали профессиональное мастерство коллективов для того, чтобы статусу конкурса не так же соответствовал. Старшиня журы, дирижер эстрадно-симфоничных оркестра Гомельской областной филармонии Станислав Шныр. Разом с ним оценивать гурты будет продюсер конкурса Анатолий Шалцов и музыканты оркестра Михаила Финберга, больше из яких заслуженные артисты Беларуси. Гомель, он славен вообще в принципе музыкантами живого направления. Вот Александр Иванов, это сын Виктора Иванова, нашего гомельского музыканта, который сегодня работает под началом Виктора Дробыша. Если мы возьмем, допустим, тяжелую музыку, то у нас в Беларуси есть три признанных лидера в этом формате. Это Годстауэр, ТТ-34 и Раста. Мы хотим теперь использовать такой же музыкальный потенциал только в направлении кавер. Крупка музычных баталий будет поставлена 26-го соковика. Выступить на финальном гала-концерте смогут только 10 гуртов. Тройка пераможцов отримая у якости прыза сучасное музычное обсталявание. Ганна Ковалева, Валера Гапанько, теле-радеокампания «Гомель». Я в спорте. С трыма золотыми узнагородами вернулись беларусские атлеты с Кубка Европы по киданнях, який проходил у Румынии. Одна узнагорода на рахунку гомельчанина. Владимир Козлоу стал пераможцем у киданни копья. Свой лепший выник спортсмен показал у першой спробе. Йон отправился на рад на 79 метра у 34 сантиметры. Усяго ж беларусы завоевали на турниры пять медалев. Удалое выступление дозволило мужчинской команде занять першое место у агульным залику. Новины региона, информацию об проектах теле-радеокампании «Гомель» вы можете знайсти на нашем сайте у интернете по адресе www.tvrgomel.by На этом выпуск завершен. Дякую за увагу и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин